Ну что, привет всем! Для чемпионата мира по футболу в России осталось не так уж и много времени. И я нашел в Яндексе вот такую замечательную планшетку. Чемпионат мира по футболу. Сначала я подумал, что это расписание игр. Но нет, это игра в жанре телевизионной викторины. Итак, футбольная викторина от Яндекса. Становитесь чемпионом, отвечая на вопросы. Поехали, значит. Выбираем команду. Ну, это, естественно, будет Россия. И понеслась. Значит, в конце матча резервный судья показывает ему стадионную табличку с цифрой. Что означает эта цифра? Ну, конечно, это означает число. Так. Дополнительное время это означает. Следующий вопрос. Лучший футболист Египта Мухаммед Салах настолько знаменит, что его бутсы... Вот это я не знаю. Отправили на Международный космическую станцию. Но причем тут Египет выставляли в Британском музее. А, ну да, он же игрок английской премьер-лиги. Это логично. Но, может быть, и неправильно. Да, это правильный. Это правильный ответ. Идем дальше. Значит, знаменитый Аргентин Диего Марадона вне футбольного поля ведет довольно беспокойной жизнь. Чего он пока не успел попробовать. Вот, не знаю, в аргентинской тюрьме, по-моему, он сидел за торговлю с наркотиками. По спору с Папе Римской. Римским вроде бы спорил, но я точно не помню. Он вылечился от кокаинной зависимости. Чего он пока не успел сняться в телепередаче Укачависа. А он снимался или нет? Не знаю. Не знаю. Но по логике вот это... А, нет, подожди. Его же... Его же везли... Или это... В лечебную клинику его везли. Ну, я не знаю, потребляют ли сейчас кокаин в Брадонне. Но, по-моему, в тюрьме он все-таки, мне кажется, не был. Да. Дальше. Команда России до нее сыр часа страдал от судей, которые еще не видели нарушений стороны соперников. То, а Гетер еще не успел навредить нашей команде. Ну... Чакыр, по-моему, не успел навредить. Он не обслуживал нашу команду еще, оказывается. 3-0. Россия выиграла у Саудовской Аравии. 3-0. Ух, Яндекс. Идем дальше. Значит, второй матч против Египта. Тренер команды Испании. Хулиан Лапеттегер. Он тогда сам играл в футбол, он был. Вот это я не знаю. Даже не знаю такого имени. Хитрым полузащитником. Суровым защитником. Нет, я Лапеттегер. Я не помню такого вратаря. Защитник, может быть. Тегер. Ну что, полузащитник? Нет, все-таки вратарь. Эх, ну проиграл что-то. Какая-то мяч. Тать за боковую линию его выбрасывает руками. Какая команда это делает? Та, которая последней коснулась мяча? Нет. Противник команды, которая последней коснулась мяча. Конечно же, вот это. Да. Однажды команда России проиграла португальцу в счет 1-7. Этот мяч прозвали День гнева. 90 минут пустоты. Блин, ночной позор. Ну, да... Я не знаю. Лиссабонская резня бензопилой. Мне кажется, конечно, любопытно. Но матч-то был в 2005. Так что это аллюзия на ночной дозор, получается, на фильм 2005 года. Да. Да. А, ну потому что ночью. Но тут мне Лукьяненко неожиданно помог. Сколько было резных футболистов братьев Стальстиных? Их было 1-2-3-4. Да. 1-0. Фу. Минимальная победа в сборной России. Давайте дальше пойдем. Команда. Матч с Ругуаем. Решающий в групповой стадии. Он будет у нас в Самаре. Команда Австралии не добралась на мировых персах дальше до 8-го финала. Однако один финалист чемпионата мира в ней все же есть. Кто это? О, блин. Он доводил до команды. Тони Франкин. Так. Ну, логично предположить последнее. А, нет. Бертон Ван Майерек. А, нет. В финале Нидерланды не играли. Или играли? Блин. Играли-то в 2010-м финале Нидерланды. А, Ван Майерек. Ван Майерек. И я, по-моему, помню, что он Нидерландов тренировал. Нет? Да! Да! Все знают, что футболистам нельзя трогать мяч руками. Коющей частью тела запрещено бить по мячу. Так. Затылком. Коленом. Подошвой. Ну, по-моему, все остальными можно. Но подошвой нельзя играть чужого игрока. Да. 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 Так. В 1999 году аргентический вратарь Карлос Роа оказался дальше играть в воду. Потому что на его ранчо уродился невиданный рожай репы, что наступит конец света. Ну, и... Ко, по-моему, за грабёж? О, я слышал про грабёж, но я думаю, что про конец света. Да. Хе-хе-хе-хе. Вот такой вот я всезнайка. На официальном плакате чемпионата мира изображён. А, ну... Лев Яшин, да. Да, я даже слышал. 4-1. Блестящая победа. Россия над Уругваем. А нам забил Суарес, получается. Кто же ещё-то? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. О, гениальный тренер я. Не то, что этот черчесов лысый хрен. Хе-хе-хе. Идём дальше. Плэй-офф уже 1-8 финала. Ху-ху-ху. Без права на ошибку. Выиграть Кубок мира непросто. Зато его можно сколько раз, как похищали главный трофей мирового футбола. Его похищали два раза. Один раз так и не вернули. Следующий вопрос. Современные футбольные судьи экипированы не хуже полицейских. Без какого предмета они пока обходятся? Свисток. Дубинка. Нет, со спреем есть баллончик. Беспроводная гарнитура есть. Тогда, да, дубинка. У Владимира Высоцкого есть песня, которая упоминает сразу несколько футбольных звезд. Какой нет среди песни? Жорзиньо, Бышевца, Пеле. Ну, на тот момент Пеле очень хорошо был известен в Советском Союзе. Много байк. Про него было сложено. Бышевец, ну уж Лобановский, уж подавно известнее. Жорзиньо, мне кажется. Нет, Лобановский. Ох. А ведь обидно. Великий тренер был. Киевского Динамо. Что будет? Ну и сборный, конечно, да. А что будет, если попасть мячом в лицо судьи? Ничего не будет. Да ничего не должно быть. И есть. Ничего не должно быть, да. Вутболит, забивающий больше всех голов на чемпионате мира, получает пись, который называется Золотая Буца. 4-0. Лети, Гризман, домой. Россия в четвертьфинале. Так, о, Колумбия. Ни хрена себе. В какой стране появляется больше... Большая часть всех шитых вручную футбольных мячей. Но это Китай. А что ты не припомнишь, в Пакистане шили форму на Филиппинах? Ну, тут еще вот не может быть. Но, как правило, в Китае. Найк. Он же... Китай. Производство перенес. Да и Один Ас тоже в Китае. Нет? Тьфу. Иногда на футбольном поле появляется вставительная конструкция. Какая? Окно, так называют, свободное пространство между защитниками. Куда врывается игрок чужой команды. Купол. Углового удара. Стенка. А, ну, стенка. Стенка, да. Стенка. Стенка, конечно. Комментаторы иногда... Потому что детские подгузники популярной марки. Какой именно? Ну, либеро. Я слышал только про волейбол. Кораблик Хагис Памперс. Я не помню. Либеро. Но мне кажется, что это волейбол. Нет. Это правильный ответ. Все-таки оказался. На прошлом части мир Аргентины остался второй. Чтобы завивать золото, некоторые шутники предлагали поставить ворота Диего Марадона. Кстати, глядите с вторым немецким футболистом. Вещите переименовать страну Аргентина. Герргентмания, что ли? Размер ворота. Нет, ну, там немецкие футболисты. Они как бы... У них турецкие корни. Так что почему-то Аргентина. О, Марадон на ворота. Это интересно, конечно. Но я что-то по этому не слышал. А вот шутки про увеличение размера ворот я постоянно слышу. Нет. Фу, блин. Да, вот проиграл-то, блин. Решающий вопрос, степь, подфинала. Карточную игру, что это за игра? Козел. Покер, покер. Покер. Это когда игрок забивает 4 мяча. В одном матче. Ух, не знаю, результат... Да, все-таки результат есть. 1-0. Россия выходит в полуфинал. Футбол-упорные голландии 1970-х годов называли тотальным. Конечно же, тотальным. Фразу «Это была рука Бога» произнес. Ну, это Марадона произнес. Это я тут точно знаю. Испанин Жууме. Маркет стал героем финала чемпионата мира 2010-го года. Чем именно он прославился? Подрался с тренером-голландцем Бёртом Ван Майреком. Ну, не знаю. Плел на поле и сумел дотронуться до кубка. Завел решающие ворота Голландии. Маркет. Ну, я не помню такого футболиста. Я помню, и Ньеста забивал. Пронес и выпустил на поле кота. Я не знаю, что... Ну, что... Маркет. Я буду сейчас погуглить, но все должно быть честно. Ну, я не... Выбежал на поле. Да-да-да-да. Потому что ты вообще был не футболист. Сбор на Испании. Вратарям в футболе повезло не только играть руками. Они могут сами выбирать цвет и фасон своей формы. Нас одним ограничением рукава и штаны должны быть... Нет. Она должна отличаться по цвету от формы других игроков. Да. Да. Да, вот. Да. Да. Конечно. Следующий вопрос. Пятый вопрос. На островах Калипского моря. Что ты только пираты. Но и хороший футболист. Какая? Команда еще не играла на чемпионате мира. Пуэрто-рико. И 4-0. Россия. Выходит в финал. С Исландией. Ну, конечно, да, они молодцы сейчас. Футбол получше, чем мы играем. Команда Китая играла на чемпионате мира единственный раз. 16 лет назад. Так, достойно. Надежно. Одна ничья. Нет. Ну, блин, ну, я же... Вот сгубила моя природная щедрость. Так. Нынешний кубок мира в прошлом 74-м году. А прежде чемпиона мира другой трофей. Кубок Жоэля Риме. Где сейчас? Так. Получил его на вечное хранение. Неизвестно. Кубок, конечно, похитили. До сих пор не нашли. Это главная загадка века сейчас. Да. Получив кубок мира, капитан команды чемпиона поднимает его над головой. Кому мы обязаны возникновением этой традиции? Им. В ходе перед кубком фотографу. Спонсорам. Фотографа, мне кажется, да. Нет. Да. Фотографа. Ха-ха-ха-ха-ха. Это все вопрос. В 1989 году чилищский вратарь Роберто Рокос пронес на поле в перчатке Бритон Элиэсси. А затем порезал им игрока соперников мяч. Сетку ворот. И игрока соперников может быть. Но логично было бы предположить сетку ворот. Но самого себя... Нет. Ух ты, сейчас все решающий вопрос. Кроме футболистов на поле есть судьи, для которых попасть в чемпионат. Тоже большое достижение. Кто из них правил больше всего матча, не чемпионат мира? Пьерр... 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 Луиджер... Луиджер... И Мратов я помню у футболистов. В 2010 году. Но по-моему это Пьерр... Луиджер... Луиджер... Калина. Ах... Нет. Увы... Россия и туда пришла. Да, вы думали, что сейчас я легко возьму и просто так выиграю. Нет. 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 Ну что ж. Пользуйтесь этим приложением Яндекса. Спасибо. До свидания. Пока.